Неприступный город Алеппо Осада города Петерсберга времен Гражданской войны в Америке длилась 9 месяцев. Осада Тобрука во время Второй мировой продолжалась 8 месяцев. Оборона Ленинграда во время Второй мировой длилась 900 дней. В 2011 году Триполи был взят за 8 дней. Битва за Алеппо началась в 2012 году, и до сих пор ни одной из сторон конфликта нет подавляющего преимущества. Алеппо не является столицей Сирии, однако численность его населения в 2012 году была 2 миллиона 100 тысяч человек, больше, чем в Дамаске. Город является крупным промышленным центром, где до войны были сосредоточены предприятия электрической, химической и фармацевтической промышленности. В национальном бюджете на долю Алеппо приходилось 60% дохода от экспорта. В городе также находятся военные учебные заведения, такие как Академия Алясада, а также склады с оружием. Стоит отметить, что в западных районах города оппозиция изначально не имела сильной поддержки. Но в то же время восточные районы были населены в основном недавними переселенцами из сельской местности, малообеспеченными и консервативными мусульманами. В свою очередь в западных районах жили в основном коренные жители города, а также христианское меньшинство. Битва за Алеппо считается жизненно важной для каждой из сторон. В случае победы в Алеппо оппозиция планирует создать там плацдарм для осуществления дальнейших боевых действий вдоль северо-западной границы с Турцией. В свою очередь задача сирийской арабской армии предотвратить эти события, равно как и интервенцию Турции с целью якобы выравнивания границ, которая может последовать после этих событий. Так почему же битва длится так долго? Вот несколько объяснений этому. Во-первых, плотная городская застройка города и наличие промышленных зон. Войны 20 века показали, что самые трудные бои – это городские. Каждый дом или здание могут быть превращены в крепость с огневыми точками для тяжелого вооружения. Подвалы являются готовым убежищем от бомб и снарядов. В них можно сделать пункты отдыха и медицинской помощи. Кроме того, подвал – это идеальное место для хранения оружия, боеприпасов, еды и топлива. Даже уничтоженные дома служат укрытием для передвижения войск и техники. Минореты, колокольни и дымовые трубы – это идеальное место для снайперов и корректировщиков артиллерии и авиации. Подземные коммуникации активно используются всеми сторонами для внезапной переброски войск в тыл противника. Плотная городская застройка и промзоны затрудняют уничтожение зданий и сооружений для проведения внезапной атаки, поскольку это требует наличия большого количества боеприпасов и артиллерийских снарядов, либо автомобилей со взрывчаткой. Роль бронетехники сводится к огневой поддержке наступающей пехоты, и уже нельзя применить ее преимущество в плане мобильности или даже защищенности. Городские бои сложны с точки зрения командования и управления, поскольку силы своих и силы противника находятся рядом друг с другом. Кроме того, невозможно полностью контролировать передовую. Очень высока опасность быть обстрелянным своими. Война в городе представляет собой внезапные скоротечные бои, из-за которых солдаты постоянно находятся под психологическим давлением. Кроме того, городская застройка затрудняет сосредоточение войск, проведение разведки и передачу приказов, создает помехи в радиосвязи. Без сомнений, в условиях города предпочтительнее обороняться, чем атаковать. Вторая причина – мотивация сторон. Алеппо был превращен в крепость, в которой есть осаждающая сирийско-арабская армия и осажденные вооруженные оппозиции. В течение четырех лет сирийская армия несла потери, и теперь она нуждается в пополнениях и подкреплениях. Многие ее союзники, такие как курдские ополченцы, корпус стражи исламской революции или иракские добровольцы, прибыли в город извне, что ограничивает эффективность их действий. Со стороны СМИ на сирийско-арабскую армию постоянно идет давление. Их описывают как сборище военных преступников. Многие молодые люди, подлежащие призыву, уехали из города и стали беженцами. Боевики также понесли тяжелые потери. Они находятся в окружении, однако им оказывается международная пропагандистская поддержка. У них нет мотива сдаваться после всех тех преступлений, которые они совершили. Тем самым ожидается, что в предстоящей осаде они будут драться еще ожесточеннее. Третья причина – соотношение сторон. Ни у одной из сторон нет явного превосходства ни в количестве бойцов, ни в количестве техники, в то время как считается, что для успешной атаки атакующая сторона должна иметь трехкратный перевес. Более того, наступающие силы должны удерживать освобожденную территорию, чтобы предотвратить прорывы врага, а также зачистить город от мин и ловушек, и при всем этом избегать больших потерь, что еще больше уменьшает численность бойцов сирийской арабской армии. Четвертая причина. Недавние успехи сирийской армии и ее союзников в данном районе вдохновили сторонников сирийского правительства, и теперь они ждут дальнейшего продвижения правительственных сил вглубь восточного Алеппо и на юго-западе его пригорода. В свою очередь, боевики перегруппировывают силы для дальнейших попыток прорвать блокаду подконтрольных боевикам районов города. Не стоит ожидать мирного исхода битвы до тех пор, пока оппозиция не намерена идти на это. Судя по всему, по линии дипломатических обсуждений нет прогресса, в связи с чем инициативы Совет Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликта зашли в тупик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова